Казахстан с 3 декабря вводит ограничения в попытке не допустить завоз и распространение нового штамма коронавируса – омикрон. Ограничат въезд для граждан стран Южной Африки и Гонконга. ПЦР-тест для прибывающих из государств, где выявлен омикрон, станет обязательным, даже если путешественники полностью вакцинированы от коронавируса. Их обяжут также на протяжении 7 дней находиться на карантине. На какой срок приостанавливается авиасообщение с Египтом, пока неизвестно. По словам вице-министра здравоохранения, в Казахстане еще не выявлен штамм омикрон. По сведениям ученых, этот вариант вируса может быть более заразным по сравнению с другими, из-за наличия множества мутаций. Информации о новом штамме пока немного. Известно, что омикрон впервые выявлен в Южной Африке. ВОЗ назвала мутацию, вызывающую серьезные опасения. В Дельте 13 мутаций, в омикроне 50 мутаций. Мы можем чисто теоретически полагать, что он будет более летальным в 2-3 раза и более легко распространяющимся в 3-4 раза. Потому что по опыту мутаций больше, ситуация более серьезная. Чего я очень сильно опасаюсь, это несоответствие цифр официальной вакцинации с фактической вакцинацией. Потому что у меня на приеме, я очень часто слышал от своих больных, доктор, прививочный паспорт у меня есть, но вакцину я не получал. По данным Минздрава Казахстана, в стране полностью вакцинировано от коронавируса 8 миллионов человек. Это 70% населения, подлежащего вакцинации, говорят в ведомстве. В правительстве утверждают, что за последний месяц заболеваемость коронавирусом снизилась втрое. За минувшие сутки в Казахстане выявили 654 случая заражения. Лечение получают 27 тысяч пациентов. 28 ноября в стране зарегистрировано 27 летальных исходов, связанных с инфекцией.